Страшная тема Гоголь, Достоевский, записки из мертвого дома, что еще, не знаю, БОСХ Значит, на самом деле у меня просто предупреждение медицинского характера Просто в силу моей работы мне на почту сваливаются автоматически совершенно все последние новости из мира медицины Которые приходят по мере того, как авторы этих новостей считают нужным вывести их в свет Среди этих новостей масса никому не интересных, чисто теоретических Но попадаются вещи, которые чрезвычайно интересны и, на мой взгляд, требуют того, чтобы люди о них знали Я, кстати, сейчас вспомнил еще одну совсем недавно, я тебе об этом написал Что, видите ли, господи, какие же ученые, американские, английские, уже не помню Я не помню, какие установили, видите ли, Андрюша, что люди курящие и много пьющие кофе, видите ли, не болеют болезнью Паркинсона Смотрите Меня совершенно это потрясло, потому что это открытие, которое делает любой студент второго курса медицинского института На втором курсе говорят о том, что болезнь Паркинсона вызывается распадом дофамина А никотин и кофеин блокируют этот распад И почему это объявляется открытием, когда я это знаю много лет И в нашем старом с тобой подкасте о пользе курения мы говорили о том, что за никотином и за кофеином масса положительных вещей, которые человечество должно знать Это стандартная беда, в которой люди пытаются бороться не с количеством, а с каким-то предметом Да, с каким-то предметом, совершенно верно Если обожраться тортом, то и можно умереть тут же А от воды как можно умереть? Захлебнуться? А от воздуха? Задышаться? Задышаться, да Так вот, не об этом я хотел говорить Страшное, да Страшное известие из мира венерологии Просто, поскольку мы живем в эпоху, когда сексуальная революция уже закончилась Что обидно? Ну, я не знаю, мне лично нет Нет, да? Абсолютно Я вообще революции не люблю И когда полная свобода секса перешла в абсолютную вольницу И то, что я вижу вокруг, говорит мне о том, что люди не задумываются Или мало задумываются о том, с кем, сколько, как, где, в каких условиях они спят Вот это известие должно насторожить нас всех И в конце концов привести нас к мысли, которую, так сказать, ученые, авторы этой новости Выносят в заголовок Заголовок звучит в переводе на русский так Моногамное сексуальное отношение Тире Одиннадцатое западе Извини, а в тебе сейчас тоже не старый пердун, говорит? Почему? Я еще не очень старый Но пердун 60 лет Ну, так, конечно, пердун Еще бы я не пердун Более того, если бы я не был пердуном Я бы лопнул А куда? Как же? Извини Да, и забрызгал бы в сердце Ну, ладно Фильм Веринея, помнишь? Ну, еще бы Вот Живой дух в теле не удержишь Да Он, если не ротом, так иным местом выйдет Так что все пердуны Так вот, нет, не говорит старый пердун отнюдь А говорит просто врач Значит, вот это уже, по-моему, американцы Установили вот что Ну, известно, что среди обитателей, так сказать, мужских и женских половых органов Есть такой продукт, который называется трихомонада Да Это одноклеточный паразит Который вызывает заболевание по имени трихомоноз Или, как некоторые пишут, трихомониаз Он всегда лечился очень плохо Одним из основных средств лечения трихомоноза является трихопол Значит, трихопол действует далеко не на всех и не всегда Поэтому было такое средство Трихомоноцид Такой русский препарат отечественный Очень токсичный Но зато действующий на трихомонад полностью и всегда Его сейчас не выпускают, к сожалению А эффективность трихопола, как мне говорят мои друзья-венерологи Оставляет желать лучшего Так вот, трихомоноз лечится очень плохо Из-за трихомонады всегда числилась очень неприятная склонность Абсорбировать внутри себя микробы Которые вызывают определенные венерические заболевания И в частности трихомонада очень любила всегда Абсорбировать в себе гонокок То есть она его не пожирала Она его именно в себе абсорбировала Вызывая так называемый микст То есть сочетанное венерологическое заболевание Трихомонез плюс гонорея Все это в хронической форме Из этого гонокок был плохо доступен к антибиотикам Что я сказал? Плохо доступен действию антибиотиков Но поскольку их все равно принимали Гонокок постепенно учился их не бояться И таким образом трихомонада научила в кавычках гонокок Не бояться антибиотиков И сегодняшняя гонорея из-за этого Практически перестает лечиться антибиотиками Потому что гонокок теряет чувствительность к антибиотикам Но это не все дурные новости Основные дурные новости заключаются в том Что трихомонада теперь постоянно практически Абсорбирует в себе не только гонококки Но и стриптококки, и стафилококки И эльформы, и микоплазмы То есть практически все бактерии Которые способны вызывать венерические заболевания И от этого эти бактерии теряют чувствительность к антибиотикам Приобретают устойчивость к ним И получается, что и трихомоноз вылечить очень трудно И венерическое заболевание, вызванное бактерией Вылечить очень трудно И самая главная неприятность заключается в том Что трихомонада на глазах стала приобретать свойства эльформы Эльформа это такой микроб Который обладает изоморфизмом То есть способностью менять свою форму Вытягиваясь практически в нить Это дает ему возможность Не бояться презервативов Потому что когда он вытянулся в нить Он проходит сквозь поры большинства презервативов Какая красота Так вот трихомонада начинает приобретать свойства эльформы И таким образом венерологи американские просто бьют тревогу И требуют, чтобы все это знали Требуют, чтобы люди понимали Что презервативы теряют репутацию Абсолютно предохраняющего От всех венерических заболеваний средства Но они давно уже потеряли Но тем не менее доктора Хотят, чтобы мы это знали И таким образом действительно Очень остро встает вопрос О том, что безразличие к тому Кто является твоим половым партнером Может обернуться колоссальными неприятностями Эти неприятности еще чреваты Той особенностью, что Трихомоноз, особенно у женщин Развивается очень медленно Не имеет очень часто Явно в клинических признаках Течет вяло, скрыто, хронически И таким образом женщина невольно Становится, во-первых, инкубатором инфекции И, во-вторых, способна передать ее Своим половым партнерам Тут важный вопрос, как это выявить? Значит, как это выявить? Тут мы, к сожалению, сталкиваемся еще вот с чем Далеко, скажем так Далеко не во всех Соответствующих учреждениях Российской Федерации Хорошо поставлена венерологическая диагностика В отличие от стран Запада У нас с этим обстоит дело Не шибко блестящее Я не хочу сказать, что Все абсолютно венерологические диспансеры И все клиники, которые занимаются Лечением венерологических болезней Не могут поставить точный диагноз Это не так А почему не могут? Ну, во-первых, наша промышленность Не производит отечественные точные диагностикумы Мы закупаем все на Западе Стало быть, мы являемся жертвой деятельности перекупщиков Которые стремятся купить диагностикум как можно дешевле А продать его как можно дороже Из этого следует, что диагностикумы покупаются где? Правильно То есть какие-то дженерики Дженерики, совершенно верно Потому что диагностикумы, которые продаются в Великобритании, в США, в Германии Стоят дорого И продавать их в массовом порядке в Российской Федерации не выгодно Смотрите, перейдем сейчас секундочку Потому что, мне кажется, сюда это подходит С какой темой я столкнулся в 90-х Когда тоже делал одну большую программу на подобную тему И я столкнулся с такой штукой Что зачастую, когда человек, он уже стоит, предположим Так, он был когда-то уже в венеричке Сдавал, у него был положительный результат Зачастую даже не заморачиваются новыми исследованиями Человеку автоматом ставят, что он болен Потому что мы тогда делали эксперимент Я взял человека, который был Вот им прошли, что он болен И отправили в другое место, где можно было пройти индивидуально, без паспорта и так далее И ему сказали, ты здоров Да, такое случается Более того Случается еще более неприятная вещь Случается такая вещь, когда на одном диагностикуме В целях экономии Ставят диагностические пробы нескольким пациентам И когда выпадает плюс у кого-то из них То ставят плюс всем Потому что непонятно, у кого он выпадет Это какой смысл вообще таких анализов? Совершенно верно Короче говоря, сочетание изменения форм и методов жизни Вот такого возбудителя, как, значит, рихомонада Плюс неблестящее дело с диагностикой Вот сочетание этих двух факторов заставляет нас Еще раз, самое главное, что я хочу сказать Ребята, думайте, что, где, с кем и когда Ну смотри, на самом деле у нас получается До этого гремела история со СПИДом Которая как чума 20 века Получается, это по большому счету переплюнуло Ну я не могу сказать, что это переплюнуло Потому что СПИД-то, конечно, в общем и целом По распространенности, извини меня По распространенности бактерий Я что хочу сказать Вирус СПИДа, передаваясь половым путем Не является, не вызывает венерическое заболевание Вирус СПИДа половой путь использует только как путь передачи Поражает то он иммунную систему С трихомонадами пока такого нет, по счастью Или с теми же, значит, гонококками Но тем не менее, в общем, трихомоноз и гонококки Которые приобретают универсальное свойство передачи И невосприимчивость к определенного рода лекарствам Которые у нас есть Эти возбудители могут вызвать пандемию Юр, ну смотри, ты сейчас выступаешь капитаном очевидности Потому что на самом деле до всех этих британских ученых Которых все это выявили И так было достаточно несложно получить какую-то заразу Причем, как бы, то, что ты говоришь про презервативы Это давно уже известно Плюс, ко всему прочему, мало кто задумывается о том Что основная часть инфекции, скорее всего, получается через рот На который никакой презерватив не оденешь, извините меня Вот, я имею в виду даже не про оральный секс А про поцелуи и так далее Количество инфекций, живущих в той же самой полости Это все-таки не совсем так И объясню тебе почему Рот человека – это самое грязное его место Но в этом благо Потому что микрофлора, населяющая рот Находится постоянно в состоянии конкуренции друг с другом Они там все друг с другом воюют Им не до нас Совершенно верно Им не до нас Поэтому рот обладает способностью к самоочищению Хоть в какой-то степени Что касается влагалища, то это просто инкубатор Тепло-надежный инкубатор Где конкуренция существующих возбудителей сведена к нулю Поэтому, к сожалению, с вопросом самоочищения там все очень плохо А тревогу-то я бью почему Еще раз хочу подчеркнуть, может я плохо выразился Трихомонады обретают возможность проникать через презервативы Этого не было никогда Уж от трихомоноза-то презерватив всегда надежно защищал Просто потому, что это одноклеточное Оно гораздо крупнее, чем диаметр поры презерватива Но если трихомонада, которая содержит в себе сейчас гонокок Начинает вытягиваться в нить, как L-форма Ты реально думаешь, что вот эта пугалка кого-то остановит? Нет Особенно тех, кто в основном на корпоративках и так далее Нет, я не хочу никого остановить Я очень тупо работаю Я должен сказать Моя совесть должна быть чиста Твоя? Да, ну по возможности, Андрюша Я знаю, что это невозможно А, это типа исповеди сейчас? Ну, скажем так Понятно То есть я исповедуюсь перед, не дай бог, будущими пациентами венерологических клиник Ребята, будьте бдительны Юлиус Фучик Я вас предупредил Да Понятно Откуда теперь берется в человеке трихомонада? Откуда вообще? Дело в том, что вопрос этот крайне сложен и до конца не выяснен Потому что мы сталкиваемся Да, мы сталкиваемся с вопросом о том, что такое заражение И существует ли оно вообще Вот говорят, я заразился гриппом Насколько правдива эта формула? Насколько она передает истинное положение вещей? Ненасколько Потому что вирус гриппа и любой другой вирус в любом человеке есть всегда И трихомонады есть у каждого человека И даже гонококи есть у каждого человека в каком-то количестве И, наверное, даже бациллы чумы Но пока наша иммунная система обладает способностью Они дремлют Они не дремлют, они погибают Как, скажем, раковые клетки, которые образуются А что, в виде каких-то зачатков или чего? В виде чего они есть? Нет, человек открытая система В окружающем мире есть все Абсолютно все Убунта такая Совершенно верно И человек, путешествуя по окружающему миру, пропускает через себя все Вопрос в нашей иммунной системе Если наша иммунная система находится в тонусе Она способна эти артефакты То есть единичные вот эти вирусы, возбудители Единичные паразиты Пристрелить Пристрелить, убивать Или, по крайней мере, подавлять их активность Как происходит с вирусом герпеса, например Герпес есть у всех Но не у всех он проявляется клинически Почему? Потому что иммунная система не дает ему размножаться Она его держит на определенном уровне Как только падает тонус иммунной системы Так вот, откуда берется трихомонада? Неоткуда она есть Она в тебе живет Но пока твоя иммунная система подавляет ее активность Она не проявляет себя клинически Не вызывает заболевания И ты ничего не чувствуешь То есть, по большому счету Пока работает нормальная иммунная система у человека И чем лучше она работает То есть надо обратить внимание Прежде всего, наверное, на работу иммунной системы Ну, безусловно Но тут вопрос сложный Когда мы занимаемся промискуитетом То есть часто меняем половых партнеров И не предохраняемся Мы нашу иммунную систему Подвергаем постоянному стрессу Мы заставляем ее Мы не даем ей отдыхать Мы держим ее в черном теле Она работает на износ Ну, не только ей отдыхать не даем Много чему Ну, я имею в виду сейчас именно ее А, ну ладно Вот Так, значит, обращаться так с иммунной системой тоже нельзя Нельзя постоянно держать ее в состоянии стресса Потому что ей приходится постоянно обеззараживать Все новые и новые популяции Каких-то паразитов, микробов, вирусов Которые мы и поставляем Не обладая никакими культурными знаниями В области половой жизни Поэтому так тоже себя вести нельзя Поэтому, в принципе, это в нас есть все Но надо просто вести себя грамотно Тогда все будет нормально Знаешь, Юра, что сейчас вспомнил Есть такой вот мем, который некоторое время назад появился Мне он очень нравится Примерно так звучит Я дословно не вспомню Что когда люди говорят, что в этой жизни нужно попробовать все Почему это касается сексов, наркотика и алкоголя Но никогда молекулярной физики и математики или географии Да Вот примерно, наверное, к этой теме, о которой ты говоришь Насчет спины половых партнеров Почему-то я вспомнил именно вот это Я не знаю, почему Я считаю, что люди, которые исповедуют лозунг В жизни надо попробовать все Они как раз не только на секс, наркотики и алкоголь это распространяют По-моему Они путешествуют Они ныряются к валангам Они прыгают с парашютом А почему не занимаются молекулярной химией? Они занимаются ей просто на своем уровне Вы не понимаете Как ты глубок Нет, я не глубок Я просто, так сказать, регистрирую факт А, ты регистратор Любой из нас, совершенно верно Любой из нас физик и химик на своем уровне Да, мы не сделали физику и химию средством зарабатывания денег Или средством познания мира Но поскольку мы подчиняемся законам физики Мы все физики Ну да, в конце концов Поскольку организм это громадная химическая лаборатория Мы все химики Но в конце концов Мы же все там делаем, предположим, яичницу из молока и яиц Это во-первых Во-вторых Допустим, человек не знает, что такое дефекация Да, это удивительная вещь Но это же не изменяет того положения Что он делает это каждый день Да, и неоднократно И неоднократно даже Если ему повезет Тебе не везет Почему? Мне везет О, тебе везет так хорошо Я пока, футфу О, ты еще молодой Да, вот Поэтому мы химики, мы физики Мы биологи, мы лирики, мы поэты Очень часто люди говорят Рифму не замечают Да Просто все, так сказать Зависит от того Акцентируем ли мы свое внимание на это И делаем ли мы эту отрасль Средством познания мира И зарабатывания денег Ну Ладно, закончим на этом До свидания До свидания Опа Всем пока Всем пока Ты как-то Просто следующий вопрос Откуда берется человек этих монарам? Мы можем продолжить Давай Продолжить Потому что это вопрос Давай Хорошо, у меня один партнер А чего? Откуда берется вот туда? У меня нет А теперь откуда? Что мы у нас для рарисера делали? Да Субтитры выписали Да, наверное Это одна из двух тем, которые трогать нельзя Я не то, чтобы был в восторге от этого журнала Но об этой версии никто вообще по мне не понимал Нет Это как страна Могу сказать Нет Но я считаю Что это значит Абсолютно Нет, смотри Повод найти можно Это убыточный проект Но убыточных проектов море Телеканал дождь убыточный проект И масса журналов вообще убыточных проектов И все на свете Что касается искусства убыточных проектов Но здесь они прицепились в этот процесс Это свежуа Да Хорошо